Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол от жизни, это продолжение нашей карьеры за канал. Итак, у нас, естественно, идет путь сейчас попадания из чемпионшипа, во-первых, сначала в премьер-лигу, а потом уже в лигу чемпионов. У нас уже сейчас, на данный момент, месяц март на улице, ну а мы все так же еще находимся в чемпионшипе. Я не знаю, сколько это времени займет, но для себя я уже точно понял, что 21 FIFA я покупать не буду. Потому что FIFA с каждым годом становится все хуже и хуже, что бы ни пытались сделать электроники, все из этого и сводится к тому, что ничего нового практически нету. Все сводится к тому, старому, просто с новой обложкой. Так что переплачивать 4,5 тысячи, может там и 5, за просто обновленные составы и формы, просто как-то неохота. Так что, скорее всего, я перейду на сторону японских разработчиков. Как вы понимаете, Konami это Pro Evolution Soccer. Почему бы и нет, всегда надо делать перемены. Может быть, именно контент по Pro Evolution Soccer вам будет интересен. Ну а пока что у нас матчи, три матча сегодня. Queen's Park Rangers, Fullham и Luton. Queen's Park Rangers и Luton находятся у нас на самом дне турнира на таблице чемпионшипа, а Fullham находятся на первом месте. Так что против Queen's Park Rangers и Luton мы играем вторым местом. Вот сейчас докажу. Fullham играет сейчас на первом месте, ни одного у них поражения. А Queen's Park Rangers и Luton замыкают турнирную таблицу. Так что, как вы понимаете, играем сейчас мы вот таким вторым составом против Queen's Park Rangers на выезде. Великий клуб раньше был. Сейчас вот они у нас идут на дне турнира на таблице. И Queen's Park Rangers и Queen's Park Rangers. Вот так называется стадион. Составы видите на своих экранах. Кстати, почему у нас... В первом составе у нас там Святослав травмирован, что ли? Да нет. Почему тогда? Кстати, это что такое? Почему у Меламеда фотка появилась? Я не знаю, у всех ли сейчас мы проверим, пробежимся. Может еще у кого-нибудь так появилась. Вяткин, вот Ярослав. Ну и все. Ну, то есть, да, это бывает иногда такое, что у некоторых игроков появляются фотографии. Это уже давно было замечено. Так что, играем мы вторым составом против Queen's Park Rangers на выезде. Поехали. Итак, стартует у нас очередной тур чемпионшипа. Сегодня у нас матч на выезде против легендарного клуба в Англии Queen's Park Rangers. И мы играем сегодня вторым составом. Занимают предпоследнюю строчку сегодняшние хозяева. Так что мы даже в атаку так пойдем. Я надеюсь, что наша команда справится с этим. Жамалединов отлично убегает. У него это получается. Отлично. И Козлов на 92-й последней дополнительной минуте мы вырываем 3 очка. Отличная передача на Тимура Жамаледдинова. Во-первых, была выполнена, что он на фланге прошел. И выпустили мы еще и Козлова в центр. И это отличные все-таки тактические изменения. Поставили направо Жамаледдинова, который вот как раз и пробежал. Освежили мы этим фланг. Здесь отлично он пробежал в центр. И просто пушка от Козлова. Забивает он на 90-й минуте, прям как номер у него на спине. Свой шестой мяч в чемпионшипе. Цветок арбитра. Все. Минимальная победа на выезде. Благодаря этому замечательному голу на последних минутах. Додавили, конечно. Это наш вроде даже первый. Сейчас мы посмотрим по статистике. Хотя нет, вот у нас именно этот удар и был решающим. Так мы на равных прям были. По пасам мы даже больше. Да и владели мы тоже. Но повезло. Жамаледдинов, кстати, лучший игрок матча 8-1. Поставили ему оценку. Итак. Почему сегодня Петраков не вышел на поле? Лучше перестраховаться. Действительно, в следующем матче он против Улхома точно выйдет. А вам повезло, что вы забили в концовке. Иногда немного удачи действительно не помешает. Нам повезло. Были сомнения в победе. Но у нас все бьют до конца. Мы это и показали сегодня. Итак. После матча с КПР мы проведем тренировку. Мишин. Именно Матвейни и Вова прокачался до 67-го. Ну что же. Мы замечательно благодаря этому голу Козлова поднялись на седьмую строчку. Сейчас у нас 34 очка. С 10-й на седьмую мы поднялись. И сейчас у нас матч против Улхова. Против первой строчки. Буквально сколько у нас сейчас отставания? В 2 очка от стока. И именно вот эти, получается, 4 команды, вот с третьей по шестую, будут играть в стыковых матчах. А вот Фулхом и Возбрович получают на данный момент прямое попадание. 12 очков у нас отставания от Фулхома. Ну, я надеюсь, вот этим составом. Только вот вернем состав мы Петракова. Таким составом мы и сыграем. Все сохраняем. Ну что же. Наш домашний матч против Фулхома. Сейчас очень тяжело. Играем против Амкала. Практически форма идентичная у них. Кстати, вот недавно форма Амкала появилась и в Ultimate Team. Кто успел собрать, напишите в комментариях, как вам она. Ну, и так, если посмотреть, то у нас только вот в стартовом составе Вяткин. Практически скоро его могут сместить. Вот либо Айвазян, либо Миша Миламет, если они, конечно, прокачаются. Ну и также Матвей Мишин практически может догнать уже Ефремова в единицу рейтинга. Также Дима Буренков неплохо так. И, кстати, надо Трушечкина поменять потом как-нибудь на Арамакера, у которого уже 68-й, кстати, рейтинг. И он добрался до первого состава. Снег, кстати, на нашем стадионе. Поехали. Итак, важный матч нашей половины, наверное, первой все-таки сезона. Он домашний матч против Фулхома. Это первая строчка. И, естественно, мы идем в оборону. Мы сейчас на седьмой строчке. Нам ни в коем случае нельзя потерять это место. Надо нам, наоборот, подняться, хотя бы держаться в топ-6 команд из чемпионшипа, чтобы со следующего сезона уже выступать и пытаться бороться за путевку в английскую элиту. Вова Мишин. Отлично. Трушечкин отдает уже передачу на меня. Ну и все. Здесь просто пора убегать. Козлов. И Козлов забивает с моей голевой. Что сейчас происходит? Мы обыгрываем. Команда с первой строчки. Замечательная. Сейчас была атака. Все замечательно. Моя голевая. Вот это прям буду повторять. Ну, потому что, действительно, сейчас у нас очень все хорошо получилось. Зрячий пас. Отдали, убежали, тем более еще. И вот здесь. Одно, два даже касания было на обработку у него. Принял левой. Продвинул правой. Вот здесь вот подвинул немного. И пробил щекой. Все замечательно. Забивает Козлов во втором туре у нас подряд. На седьмой свой мяч. На 25-й минуте. Не на 90-й. Но замечательно. Мы вышли вперед. Ну все. Свести арбитр. Свести. Все. Первое поражение мы нанесли Фулхому в этом сезоне. В чемпионшипе. Благодаря голу Козлова. Просто легенда сейчас нашего клуба уже. Благодаря его двум голам мы заработали 6 очков в двух матчах. 8.3 у него оценка. Ну и также мы здесь видим, что сток обыграл Лутон. Так что. Вам понравился второй тайм. Ну во втором тайме мы прям именно играли от обороны. Так что мы лучше играли, скажем, раз нам не забили. Были сомнения в победе. У нас все бьются до конца. Мы до конца доиграли, хоть и уставали. Было трудно пробить оборону Фулхома. Мы просто действительно играли в свою игру. Гол забили. Голевую я отдал в этом матче. Замечательно все. Все так же мы держимся. Но правда мы сейчас сделали отрыв от Бристоля на 3 очка. Это круто. Кривохарченко нам тут говорит, что если задумываться будет он о будущем, если не будет попадать в состав. Ну как я могу его выпускать, когда у нас здесь надо выигрывать матч от матча. Ну а сейчас я не знаю, что нам делать. Может против Лутона я и выпущу. Вакансии по работе со сборными Южная Африка и Зеландия. Новая Зеландия нам предлагает стать тренером. Ну давайте во втором составе теперь. Выпущу я Кривохарченко. Поставлю сюда Трушечкина во втором составе. Теперь у нас будет Трушечкин играть. В первом мы переводим теперь Ромакера. Вот такие вот у нас теперь дела. Выходим мы вторым составом. Надеюсь у нас немного устал Трушечкин и Баумгартнер. Через сколько у нас там дальше игра? Через неделю. Так что нормально все восстановятся. Надеюсь. Итак у нас игра против вообще последней команды. Нам сейчас точно надо выигрывать. Выиграем будет 3 победы в выпуске. Супер все будет. Так, я так смотрю. Никто ли не прокачался у нас здесь. Скворцов нет. Все. Играем мы вторым составом. Туман. На нашем стадионе поехали. Тут был снег, теперь туман. Итак, наш домашний матч. Мы сейчас боремся за попадание в стыковые матчи. Это попадание на шестую строчку. Мы идем сейчас на седьмой. Играем против последней команды Чемпионшипа. На момент начала записи ролика они именно шли на последней строчке. На предпоследний шоу КПР. Но мы их всех там обыграли. Также обыграли еще и первую строчку. Фулхан. Ну и все. Играем в ничью против команды с последней строчки. Но обыгрываем команду, которая ни разу за сезон не проиграла. Это просто дичь. Это просто вот дичь. Напряженный матч. Какие у вас впечатления? Мы должны были выигрывать. Это факт. Вы рассчитывали на такой результат. Футбол как шахматы. Потс уверенно отыграл в защите. Это из-за него вы не смогли победить. Поговорим о том, что можно улучшить. Спасибо. Ну что же. Посмотрим сейчас на какой мы строчке. Опустились мы из-за Кардифа. У нас с ними, кстати, там дальше матчи. Прокачался и Кривохарченко, кстати. Айвазиан, Гапонов, там Мишин. Рамакев только немного так. Получается на этом все. Выпуск заканчивается. Мы поднялись на две строчки. С десятой на восьмую. Матч у нас дальше будет против Кардифа. Седьмая строчка. Риск потерять игроков. Каких? С многими там контракты у нас сейчас заканчиваются, кстати. Надо будет решить этот вопрос. У нас деньги, я надеюсь, есть. Где бы они появились-то? Главное сейчас переподписать контракты. Так, давайте займемся этим сейчас. Очень много там нам показали игроков, у которых, как вы видите, так это у всех практически. Я с собой вроде переподписывал контракт. И все здесь, и все игроки, с которыми вот у нас... Ой-ой-ой. Я сейчас не представляю, сколько они будут денег просить. Это будет жесть. Все, так и завершаем. Мы, скорее всего... Остальных я пока что не буду прокачивать, подписывать. Сейчас у нас там скоро... Когда у нас уже? У нас 21 декабря. У нас в составе... Флитфуд. В Флитфуд переходит Конор. Сейчас за сколько он? Он бесплатно переходит или нет? 30-60 тысяч евро. Вот за эти деньги он переходит. Я надеюсь, нам их получится перевести действительно. И все тогда будет нормально. Давайте позадаем тогда игроков некоторых в аренду. На вот списке аренды и так. Тоже в аренде. Ну и все. Только так нам сейчас остается. Это дождаться, чтобы нам деньги перечислили. И сразу же подпишем, получается, 2 января. Это уже будет в следующем выпуске. Даже в следующем. Здесь у нас еще и Кубок Англии против Мидлс Бро. Посмотрим. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Выпуск получился долгим. С вами был Андрей. Канал Футбол.Тожид. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...